На сегодняшний день показывает, что их уже уважают в России и Европе, и трансляция уже из России и Европе говорит о том, что они давно пришли за пределы российского рынка. Качество поединков на самом деле очень высокое, это можно смело сказать, что проект мирового уровня. Ну что ж, Виталий Волосовский появляется у нас на сцене и скоро появится в ринге битвом с Камерланом Башировым. Это очень вкусная Виталия, по одной простой причине, что он тренируется у хорошего товарища в Сахаменке и свою профессиональную карьеру. Виталий как раз таки начинал на турнирах аэро-чемпионов, а именно на турнире аэро-чемпионов 5 в городе Смоленске. Я одержал там мощную победу за представителям Белоруссии. Ну а Таверлан Баширов, очень хороший боец, известный на любительском ринге. И довольно неплохо выступал на китайских рингах, в частности на тех же турнирах WLF. Да, и Виталий Волосовский там же боксировал. Ну а что касается Таверлана, то я прочитал, что он начинал свою карьеру бойцовскую именно с Кёкушина. Кикбоксингом занимается всего-навсего три года и за это время успел стать мастером спорта, обладатель Кубка России. Он победитель первенства мира и, что интересно, первый и единственный пока чемпион мира своего села Виноградное. Когда стал победителем, опять же, по словам Таверлана, все село собралось, вся администрация, все праздновали. Это был действительно очень серьезный успех. В Грозном на чемпионате России по К1 проиграл он в финале Саиду Магомедову, стал вторым. Два боя выиграл он на турнире ACB. Выиграл его Мустафы Казмаза по итогам четырех раундов. И, причем, такие вот дела. Хочу также дополнить, что Дамирлан Баширов сумели найти общий язык с Виталием Болосовским. И она выступает на реке в Китае, потом они подружились и до сих пор продолжают очень тесно общаться. А как же они боксируют тогда? Ну, это спорт, это спорт. Кстати, Виталий проходил подготовку в клубе Беркут в городе Грозно, в Чеченской Республике. И очень был благодарен. Он остался под впечатлением от базы, которая... Тренерский состав, подход, тренерского процесса, и даже для каждой мелочи, даже для подготовки, проживания, все было на высшем уровне. Поэтому можно сказать, что два бойца проходили подготовку в блокнот в клубе. Да, ну это, конечно, удивительно. Наверное, боксировать со своим товарищем, это определенно не стезя, прямо скажем. Могу не ловит. Ясно. Кажется, у тебя в бою болтан? Один приходилось выступать друг против друга. Но это спорт. Здесь ничего личного. Я уверен, что после боя они точно так же обнимутся, продолжат свое общение. Там мы видим рекорд у Виталия Волосовского 2-1, у Танерлана Баширова 6-1. У Виталия Волосовского есть преимущество в росте. Посмотрим, сможет ли он воспользоваться этим преимуществом. И станет ли это преимуществом. Оба соперника довольно хорошо изучили друг друга, что можно сказать неблагоприятно на исходе прайдинка идей. Неблагоприятно. Посмотрим. Удивить будет сложно. Правосторонние стойки работает Томерлан Баширов. Хорошая серия в исполнении Виталия. Тут же по корпусу отвечает ударом справа Томерлан. Пытается работать опять-таки с дистанцией Виталий Волосовский. Длинные удары боковые, которые чередуют с ударами ногами с дальней дистанции. Но пока что защита преобладает над нападением. Еще ни одного точного попадания мы с вами не увидели. Может быть как раз речь идет о том, что все хорошо знает. Сгорее всего, да. Неплохо. По туловищу пробивает Виталий с левой ноги. В ответ за веком. Но пока в блок опять же. Это представитель двух разных школ, Виталий Волосовский, представитель тайского бокса. Воспитанник спортивного клуба «Феникс». Попал. Сейчас поставил на огонь Камерлан. Все этот удар слышали. Бой идет напряженный. Но пока можно сказать, что разведка боем. Причем удары довольно жесткие. Активная разведка. Чуть больше минуты до завершения первого раунда. И снова одну и ту же серию. Периодически предлагает своему соперни по Виталии. Левую сбоку. И удар на бою. И, конечно, на ближней и средней дистанции Тамерлан Баширов активизируется. И вот сейчас такая вот прям в тайской манере скрутка. В исполнении Тамерлан. Но у нас здесь не тайский бокс. Поэтому за что она пойдет? Вряд ли. Кстати, возвращаясь к Китаю, у Тамерлана более успешная серия из побед на китайском ринге. В Виталии, к сожалению, тогда поездка сложилась не совсем хорошо. Бой он показал в принципе равный. Но боксировал не свойственно для себя весовой категории. Это 60 килограмм ему пришлось гонять вес буквально за 2 недели 10 килограмм. Прилично. Поэтому сил у него практически на бою уже не оставалось. Два раунда он провел, можно сказать, преимущественно. Третий раунд он отдал. Ну и в результате победил местный парень. Да. По старой устоявшейся традиции. Да. В Китае очень сложно победить. По очкам. По очкам. Такая же ситуация была. Мы наблюдали у Лада Туйнова. В Китае он проводил яркие бои. Но, к сожалению, единожды, по-моему, не дали выиграть. Да. Надеюсь, первый и последний раз. Хочется верить, но это тоже был полезный опыт, безусловно. И вот самое главное, что вот этот нолик в графе в поражении уже не дает. Вы знаете, в принципе, если мы подходим к русске, к системе, то есть только важно, сколько у тебя победы, сколько поражений. Посмотрите, кто были бойцы, когда был легендарный K-1. Там они могли и проигрывать, и выигрывать. Все зависит от зрела, от фенешности бойца. От того, какие бои он показывает. Это устоявшаяся традиция, в принципе, с бокса, когда нолик в графе поражения давал определенный положительный результат. Итак, второй раунд. Сразу же пытается сокращать дистанцию от Эмирлан Баширов. Но ему необходимо это делать, учитывая то, что он ниже. Здорово пробивает опять ногой по печени. Эмирлан Баширов регулярно заходит на этот самый удар. Хочется отмечить физическую подготовку Эмирлана. Довольно жесткий боец. Попал слева сейчас Эмирлан Баширов. Очень жестко приложился. Зацепил, зацепил своего товарища. Правый сбоку длинный, длинный закладывал сейчас Виталий Голосовский. Ей в прыжке ногой пробивает. Прям так и не сказал, что товарищи. Вот честно. Это Рим. Други, как говорится, за пределами. Други за пределами. Да, но одно дело, конечно, в спарринге, да, работать. Совершенно ему официально приедем. А в самом деле поединка, каждый раз выходит до победы. Перелагает максимум себя. В принципе, они проверяют, кто больше, кто лучше готов на сегодняшний день. Возможно, у них потом будет реванш, если он будет интересен зрителям. Надо отдать должное Царю Волосовскому, потому что он принял бой на короткой дистанции. За две недели до начала турнира. Ему опять не пришлось гонить 10-два. Здесь они вышли в своей весовой категории, 67-два. Оба спортсмена показали один вес на завершение. Я считаю, что для Виталия это огромный опыт. Да, безусловно. Сейчас, конечно, инициативой владеет Амерлан Барширов, потому что тесни соперника не всегда отвечает Виталий в волосы на удары оппонента. Видимо, все-таки подсел он функционально слегка. Он простое, не дает о себе знать, да. Попал по туловищу, похоже, Амерлан Барширов и продолжает развивать свой успех. Зацепил опять противника правую руку Амерлан Барширов. Длинный удар на гости лево от Виталия не проходит. Сосковый соперник, низкого стола. Не отпускает соперник один на секунду Амерлан Барширов. Амерлан Барширов на любительском ринге побольше. Для Виталия это огромный, огромный опыт. Спасировать с победителем первенства мира. Учитывая, что Виталий в основном не имеет вес, в общем-то, и этот мастерский футбол. Довольно рано начал свою профессиональную карьеру. К сожалению, травма не дала. Продолжение. Сейчас. Его тренерский состав увидит ошибки, над которыми нужно работать. В частности, функциональная подготовка. Чувство дистанции нужно будет прорабатывать. Да, ну и мы видим угол. Угло Амерлана Барширова. Активная подготовка. Все узнаваемые лица. В частности, матчмейкер турнира Сосланбек из Дрейлов, которая является нашим большим другом. Помогал нам организовать множество турниров. Повозил нам различных европейских звезд. Сержио Вилзмас, которым боксировал Константин Дрейшин. И Алексей Блинов. Третий раунд. Да, третий раунд. И пока что инициативой владеет Томирлан Барширов. Он значительно свежее падает, потому что пропустил удар под опорную ногу Кутар Юлиасовский. По туловищу жестко, чисто пробивает с левой руки Томирлан. Еще больше сбивая дыхание своему сопернику. А и так-то уже Виталий Виласовский, скажем, задышал. Пытается отстреливаться Виталий с дальней дистанцией, но в основном все удары приходятся в защиту. Истинный раунд делает свой действие. Сучит команда средней склассаба и работает активно в корпусе. Да, сегодня мы уже увидели, что удары по корпусу могут сыграть решающую вальт в поединке. Когда Сейд Мегамедов проиграл. Мы, кстати, неожиданное вражение. Я, честно говоря, переживал за Саиду и я не могу это повернуть. Но ранее я не могу это повернуть. Начинает вкладываться в удары Виталий Волосовский, понимая, что совсем мало времени остается и нужно что-то показывать. Потому что бой он пока не эвагирует. Снова на скачке работает Эмирвам Вархуров, но наемовко сокращает дистанцию. И там уже обрабатывает соперника и по корпусу, и коленями. Промахивается Виталий Волосовский, тут же отправляется нога слева по печени. Внутренний лоу-кик неплохой навстречу воспоминания Виталия. К сожалению, Виталий даже не слышит сказки своего тренерского угла, который ему активно рекомендует работать на дистанции, раздергивать. Он уже просто не в состоянии удержать соперника на дистанции Виталия, ввиду отсутствия нужного количества бензина. И причем мы видим, что Тамерлан Баширов просто без хитрости сокращает дистанцию даже без ударов периодически. Попался по печени хорошо опять Тамерлан. Надо дать должное стойкости Виталия. Принять структуру ударов. Находить все силы еще отвечать. Но мы видели здесь драматичный поединок, когда представитель клуба Беркульта в последних секунд вырвал победу над ударом на ноги головы. Да, Ислам Кожди Диев сам с нокдауном поднялся и на последних секунд буквально хайкиком нокаутировал, отправил в нокдаун, а потом нокаутировал Александра Гермуд. Это называется самоволя. Да, характер был показан, просто фантастика, очень драматичный поединок. Ну а тем временем у нас 15 секунд до завершения схватки. Я думаю чудо оно произойдет. Но пока да, никаких предпосылок к этому нет. Уже на красоту решат плавать немножечко Тамерлан Баширов. Вот эти амплитудные удары. Все. Бой закончен. Два товарища униялись. Развиваются по углам, нажать друг другу руки тренером. Видите, тренерский состав обнимает их. Хорошо знакомо. Я считаю, что ребята сделали все правильно. В риге друзей нет. Если зрители пришли на беда, они не хотят купить отнимашки. Конечно. Как бы два спортсмена ласкают друг друга. Я помню замечательный бой совершенно на турнире ТНА, когда встретились Артем Бахитов и Артем Левин. Тогда, конечно, было забавно наблюдать, как два друга, два собрятого оружия, стремительно не хотят друг друга пить. Да, да. Хотя вроде бы это топовые спортсмены, мировые, да? Ну, на одном этапе Артем Бахитов только набирал на оборотах, в то время, когда Левин был уже самостоящим. Состоящая звезда. Да. Томерлан Баширов поддерживает победу, с чем мы его и поздравляем. Ну что ж, я категорически благодарю Руслана Харимбекова, главы основателя турнира «Аэрочемпионов». Руслан, самые большие удачи, отличных турниров. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, мы встретимся с вами на наших турнирах.